всем привет ребят ну что классически мы начинаем этот выпуск у салона емото и сегодня мы с вами будем катать на этом триумфе трайден 660 этот мод 21 года с небольшим пробегом там по моему если не ошибаюсь нет даже 2000 вот я вот подошел к нему сразу я обратил внимание кстати что триумф то вообще не скупятся на комплекту куб смотри здесь мишка road 5 стоит вот road 5 следовательно будет хороший зацеп у нас и резинка то прям новое вообще 310 тормозные диски 2 прыжневые суппорта стоят несин шоу подвеска они она без регулировок да ну и что как бы в целом то все очень интересно и так посмотрю он компактный достаточно это стритуха ну вот здесь кстати 3 цилиндровый двигатель стоит и выдает 81 лошадиную силу блин мне уже интересно ребят давайте начале все-таки проедемся на нем посмотрим что он из себя представляет а потом уже поговорим об эмоции впечатлениях о всем остальном начале надо проехаться почувствовать технику вот сейчас прям конкретно будет первый запуск до этого я еще не заводил его ну давайте кстати кто не знает триумфы заводится через цепку много первый запах мне очень нравится как работает двигатель вообще нет никаких посторонних умов вибраций тоже нету вообще очень эластичных прям сейчас конечно мы проедемся посмотрим на обратно на это более детально но первое впечатление очень приятное и на что я обратил внимание на пультике прям так все так сильно тактильным кайфово сделано ну зеркала такие простенькие конечно но все таки приборка интересно как круглая как бы на его пластик 30 не знаю очень ладно меньше слов больше дела я считаю надо ехать полный бак заправили и сейчас мы поедем он приехал века супернова вот и мы едем как бы как бы это сказать в общем нашим партнерам детей лин у них скорее всего есть насос я хочу проверить давление шина потому что я не знаю какое давление мы сейчас заедем к ним ну видите надо по делам туда а я так же провожу да и тоже увидимся так что все рассказы будут потом начали на дверь я слышал жёстких управления есть а и и и видите есть как бы небольшая задержка по ощущениям да вот сейчас ну даже какие ощущения вот почему она есть но мод очень нормально отзывается то есть отклика в движении я не заметилась как и заторможенной то есть целом абсолютно нормально но чему поведет по визуалке прям как бы задержки есть вот ну первые километры очень ощущается легким таким компактным прям рулится но я пока особо не закладывал вот надо давление проверить посмотреть все-таки резина похоже 21 года вот вот много стоял я понял в японии вот и пока я ну его привезли сюда еще уже 21 года начали резина такая тем более она не ездит свойство возможно потеряла свои будем смотреть в целом ну реально говорю ощущается легким таким коробка приятно работает сцепление легкая вообще можно двумя одни пальчиком даже такой же мать вот приборка что касается приборки я так немножко сейчас ехала за викой движение полазил здесь меню только осталось топлива температура двигателя ну вот пробег как раз увидите круиз есть ну и какая передача вот показ это выстрел целом вот ну что доехали до наших партнеров друзей вот и здесь как раз мне выдали компрессор мы посмотрели давление давление в целом было нормально вот немножко откорректировали его и по резине хочу сказать я вот проехался потрогал ее и она знаете такая она мягкая но не липкая потому что резина 21 года вот и естественно за это время уже немножко немножко свои свойства свои свойства она потеряла поэтому будем прикатываться аккуратненько сейчас следовательно мод новый вот я сейчас ехал конечно так аккуратно но он вертки такой достаточно блин по ощущениям реально как будто 400 к даже но мощи у него прям хватает для его веса а вес по моему есть не ошибаюсь у него но я выведу по моему 194 вот или 384 на память вот моментный прям прет хорошо внизу окно я быстро не сгонялся пока но целом первые ощущения мне понравились погнали в горы по прямой дадим нормально ну и по горам по серпантином поезде пока собакин кстати классно что настройки нет брата только по файл чтобы индикация передать было так она и есть я дорогие мои прикатаемся все будет хорошо как мы любим все будет так как мы любим потому что как только вы садитесь на незнакомого мозг как я всегда вам говорю надо прикататься почувствовать технику как она управляет все такое и тогда и превыше новой техники вы можете сделать что-то не так вот так вот так вот так вот так вот если что Ребят, мотор мое почтение Блин, он очень задорный мод И прям дарит эмоции, реально Я не ожидал такого, но я сейчас Вхожу в азарт уже Сам себя сдерживаю Но он прям провоцирует Такой хулиганистый и где И мне это нравится Я, конечно, не такой прям хулиган, чтобы Откручивать сюда, но Он прям, мне нравится Как он Он очень тяговитый, вот То есть он тяговитый, моментный в то же время И Еще скажу, еще раз скажу Мне нравится, он не дерганный Он эластичный, такой прям, блин Кайф Прям приятно Что касается тормозов, но Я не могу сказать, что это какие-то Эсталонные тормоза, да Они все Хоть на 30-50-м низке Когда у конкурентов, например, СТ-07 Там меньше Вот, но в целом Со своей Обязанностью справляются Так, не совсем планная остановка Села батарейка на камере Вот Тормознул по дороге На полянку В общем Что хочу сказать Вот первые впечатления Такие вот Проехаться до сюда В потоке Как я уже наговаривал Там Мне очень понравилось Его поведение Он предсказуемый Вертки Между машин хорошо работает Между ряде И так далее Мотор Вообще, ребят Мое почтение Вообще То есть Для этой кубатуры Три горшка Дают все знать Очень линейное ускорение И это прям тяга такая Ну, не совсем паровозная Но Для этой кубатуры Кайф Вообще Очень удобно Прям реально говорю Вот И мотор Очень эластичный Еще раз повторюсь Мне очень понравилось Он не дерганный Вообще Кайф А дальше Что Сейчас было А, 190 Разогнался на нем Блин Здесь прямая посадка Сдувает конкретно Вообще Сдувает Здесь вот Просто прямо сидишь И все То есть И не пригнуться Даже не особо удобно К примеру Ну, на других Хотя вот до этого Почему я ездил Там на Мотарде Там тоже прямая посадка была И 200 плюс Я разгонялся Но Там не сдувало Здесь Сдувает Прям вообще Меня всего надувает Хотя я в броне В кожанке Хожусь У меня прям По ощущениям Реально Рюкзак уже слетел Давно Думал И меня сдуло Но Комфортно 160 170 Ну, как комфортно Относительно Все Да Если вы в броне Мотоэкипировки Я имею ввиду Вот Тогда да А так прям Конкретно Сдувает Свет Очень понравился В туннеле ехал Прям Линию такую Чертит Вообще Офигенно Очень хороший свет Прям вообще Тормоза сейчас Тоже проверил Коробочка Выезжала Вот Пришлось Экстренно Тормозить Там Ну, где-то Кому было 130 Так Оп Прям очень хорошо Тоже отработал Все В общем, ладно Катим дальше Меньше разговоров Больше Дела Контента Поехали Ребят Знаете, что я буду делать? Проверять Ускорение Поехали Пока место есть Будем проверять Давайте Первый Машина Машина Сзади Помесала Я поторопился Немножко Ну и По-моему На второй Там Или на первом Уперся В отечку Но в целом Я думаю Понятие Результат Решил Немножко По дороге Съехать С паршюта Немножко Вот Сейчас заедем В Гориссону На базу С квадриками Там Серега Вот так С него видится И потом Продолжим путь В горы Я просто Что захотел сделать Здесь бетонка Вот такая Со стыками И хочу Посмотреть Как подвеска Отрабатывается Это немаловажно Потому что Это все-таки Комфорт какой-то Посидел И вот Первые Первые Метры Блин Мне нравится Более-менее Хотя Яну Голосами Отрясется Но это Как бы Не жесткость То есть Она упругая Но Мелкие Неровности Переваливает Хорошо Не-не Нормально Ребят Нету Никаких Жестких Ударов Или чего-то Прям Плавненько Все хорошо Отрабатывает Но Она Упругая Ну И за счет Этого Мот И рулится Хорошо Вот И тебя Представлю Например Вообще Четко Тега Даже Стойки Можно На нем Едеть Так Что Интересно Кстати Вот Сейчас Уже Много Раз Трекшн Вместо Ромка И вот Сейчас Опять Видели Он Не Дает Пропустовки И Как бы Немножко Случит мотор Он не такой умный Как В последнем поколении Да То есть Он не чувствительный К углу Как и АБС Здесь чувствительный Но он Так Отрабатывает Все может Вот еще раз Не дает Не дает Только кольцо В колесу Сразу Обрубает Газ О нет Нет Я успел Я успел К тебе Здорово В общем Сейчас Будем подниматься На самый верх Красная поляна Туда будем подниматься И там Будет кофе брейк У нас Дальше 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 Продолжение следует... 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 есть все например я ездила дюки 400 390 мой бывший вот он так не управлялся то есть он как-то уже после там 160 как бы подвобливать что и начинала этот стабильно идет прям четко как паровоз блин это плюс огромный приборная панель все нормально абсолютно то есть читаем читаем и комфортно все не знаю здесь менюшка лазить удобно все то есть претензий никаких нету реально то есть она просто выполнена в таком стиле кому-то нравится кому-то не нравится это дело все вкусовщины реально обычно нормально то есть меня не раздражает она мне нравится вот эти пара прикольно сидится так идем дальше с приборкой все понятно да по кнопочкам по этим управлением блин приятно тактильно нормально приятно все хорошо тормоза тоже все от замечательно было это и торможение оттормозился abs не успел сработать но все нормально вот как бы они не они не то что они прям идеальный хороший нет они как бы есть и к ним претензии до вроде нету то есть они тормозят они выполняют свою функцию трекшн здесь обычный ну как раньше был то есть он не не угловой и abs тоже не угловая он обычный трекшн который душит мотор и если заднее колесо проскальзывает то есть он не умный но как и у японцев очень такой же трекшн как по мне просто я ездил с этим трекшн мне не особо нравится например вот как какой пример есть на африке допустим вот там тоже самое ты газ даешь колесо начать заднего пробуксовывать тебя просто тяга обрубается ну вот как бы современные системы и работать немножко по-другому уже вот более умные они не препятствуют тебе а помогают прохождению поворотов там также при скользком покрытию чем они как бы и более деликатно вмешиваются зеркала все удобно все видно по вибрации кстати я вообще не заметил что этот мод как-то вибро нагружен очень удобно комфортно повседневно то есть гриппсах тоже все четко кстати гриппс и очень приятные прям такие резиновые как будто липки даже немножко не за мне нравится но это реально на самом деле вот говорю как есть теперь а еще минус такой вот сюда поднимался на полянку и смотрите что с модом происходит то есть он весь грязный там ремонт шел и также грязно стал мой рюкзак и даже до шлема достала то есть закидывается все очень сильно даже с учетом того что здесь хагер такой маленький стоит вот по резине но углы не брал резина все-таки старенькая 21 года она боюсь что не будем рисковать в общем не стал углы закладывать его но он очень вверх и хорошему напоминаю если вы хотите приобрести конкретно этот мотоцикл или может быть какое-то другое либо заказать хотите его то пожалуйста приходите в емото это самый крупный мотосалон у нас в сочи вот очень много мотиков есть и вы сами видите сейчас вообще он расширился даже еще больше помещения стало приходите специалисты проконсультируют вот также есть и экипировка там кстати на экипировку и вот предоставляет для нашего комьюнити riders future 10 процентов скидку поэтому можете вступать в чат ссылка также в описании будет к нам и пользуется всеми привилегиями от наших партнеров вот также можете заказать кстати его емото вот этот мотоцикл тоже с японии пришел вот занимается достав мототехники с японии так что пишите контакты все на мотосалон будут в описании вот ну и от меня лично благодарны что мне предоставили такую возможность протестировать данный мод и поделиться своими впечатлениями вам спасибо за просмотр но вы скажете как же так дэн ты же обычно снимаешь пару дней два-три дня выпуски все верно но сегодня крайний денек когда такая прекрасная погода а завтра начинаются дожди и на самом деле у меня был план поесть по дождю посмотреть может быть статья его воплощу в реальность но то что вот вот это вот вот это я не знаю может быть одену дождевик и поезжу попробую еще поснимать что-то для вас вот но не знаю как оно будет там показано 70 процентов дождя на завтра если удастся покатаемся если нет то значит все все решила все-таки выкатится дождь но не сахарный не растаят но только разница польская это надо учитывать аккуратненько я вообще на самом деле достал дома сидеть от 3 часа дня кто слил собраться как-то катился один дождевик ну и все а то что это не повод чтобы не выезжать на байке и кайфовать в лицо все это будет лететь от коробочек но аккуратно вот двигаемся сейчас на кофту подбить кофе коза это такое место и где мы все собираемся вот наша команда знаете как говорят когда у вас плохое настроение или с кем-то поссорились просто сядьте на байт и все будет отлично у меня прекрасное настроение не поссорился но я захотел сесть на байк отзыве здравствуйте латышечка сделаете кстати вчера сюда приезжал на косу после полянки вот заехал чисто ребятам поздороваться пообщаться но и мод показать и кто-то прокатился там три или четыре человека прокатились вот и все в целом блин приспекнули то есть плане если относиться к нему как средняя кубатурному мотику многие ребята ездят на литров у нас вот но в целом если носить как шести сотки да вообще респект потому что мотор всем понравился на самом деле он как я и уже говорил вам очень дружелюбный вот и коробка тоже четко все переключается хорошо работает ну видно сразу что комплектующие топовые качественные вот такой то есть обратную связь такую короче получил еще еще хочу сказать ребят мне в целом понравилась и духа она выполнена из такого прорезиненного что ли как материала вот и очень удобная то есть блин прям вообще не устал мне сидеть очень удобно не скользит ничего то есть не понравилось здесь как бы конечно жестко но еще можно кладочки наклеить вот но закидывает жутко прям реально вот сюда прям все залетает вот так вот чек кстати так и не прошел человек по-прежнему горит мод стоял в паркинге но чек остался гореть вот то есть не гаснет когда заводишь его не знаю может быть глюк какой-то потому что он вообще я даже не знаю чего он загорелся потому что я просто двигался он бац и загорелся на что он за ругался что за глюк не знаю вот я думаю ерунда какая-то потому что никак это на работу дальнейшую мотоцикла не повлияло все работы суммонирует все системы работают мотор также ночи сейчас немножко еще одну и на этом все этому